Всем привет! Мои любимые хомячки-обжоры и просто кто заглянул на нашу обжираловку, кто из нашей команды. Я проверяю свою макушку для начала. Вы знаете, вчера ночью я себе здесь закрепила волосы, у меня проблема, у меня здесь пробор и в общем видно макушку. Но к чему я это все сказала, непонятно. Сегодня у нас грузинские хинкали, которые я пожарила. Сначала сварила, потом пожарила. Я слышала, что в Грузии так делают и решила попробовать. Так что пробую впервые. Напиток у нас мохито, помидорка, огурчик, зелень и картошка фри. Посмотрите, какая она у меня получилась. Сразу видно, что готовила я. И десертик. Ссылочка, кстати, на десерт будет в инфобоксе. Обязательно переходите, потому что она обалденная. Возможно, я ошибаюсь, но я слышала. Ребята из Грузии, кто меня смотрит, отпишитесь. Говорят, что вот эти грузинские хинкали, когда остаются, после того, как их сварили, их потом еще и жарят. Господи, как горячо. Только что вот приготовила. Говорят, что сначала их варят, едят, а то, что осталось, потом обжаривают. Но я никогда так не пробовала. Будем пробовать впервые. Помидорка какая-то вообще не очень. Ни о чем. Иногда бывает помидор такой сочный. А это как будто резиновый. Первый глоточек. Большого не было. Взяла прям маленький мохито. Не знаю, хватит или нет. Но да ладно. Приступим. Остыло немножко. Это просто обалденно. Просто горячо. Увидела комментарий под своим прошлым видео. И там под влогом. Девушка пишет. Хотелось бы рассказать еще и историю из жизни. Кристина, Кристина, тебе привет. Айка, как тебе не стыдно ходить с такими белыми ногами? Почему не ходишь в солярий и никак не загораешь? Неужели тебе самой нравится, когда из-под шорт видны такие белые ноги, как у тюленя? Почему я хотела ответить именно на этот вопрос? Могу объяснить. Дело в том, что когда я училась в универе, Стоило мне прийти В универ в шортах Моя одногруппница всегда мне говорила Айка, как ты можешь ходить с такими ногами? Они же у тебя белые, сейчас так не модно Сходи в солярий или хотя бы Не знаю, там, позагорай где-нибудь В универе у нас большинством Были копченые Как называла моя подружка Может сказать, все тут копченые Шелли, например, натурально загорелая То есть у нее цвет кожи такой А те, кто белые Тоже стеснялись этого Носили колготки Такие капроновые Цвета загар Для меня искренне не доходило Почему стыдно ходить со своими ногами Ладно, там, не знаю, ноги не побритые Или подмышки волосатые Извиняюсь, моя хорошая Это папа позвонил маме И у мамы такой звонок еще с тех пор Как, наверное, Года три назад я поменял ей этот звонок Точнее, я поменял на своем телефоне А телефон по наследству перешел маме Почему я поставила такую мелодию? У нас на работе у всех были Самсунги И, например, звонит чей-то телефон Я сразу быстро-быстро искаю свой телефон Потому что у меня мелодия тоже самая Потом на работе все начали менять Приятного аппетита А потом, как говорится, я попробую Таким, можно попробовать А еще раз, вот так и Стрелина Причем это Мисуем Ого, это есть Докторные на чем я остановилась о чем мы с вами говорили так вот когда в универе училась как будто стыдно ходить со своими ногами почему моя хорошая мне нравится то что я белая мне абсолютно не стыдно и кажется не стремным конечно когда девушка загорела это красиво то есть это как будто знаете она только что приехала откуда-то с отдыха свеже отдохнувшая ну так тоже ничего это естественность мы такие нас так создали то есть никакого комплекса чисто у меня нету но особенно когда я надеваю шортики этот комплекс появляются у всех по кругу все подходят ко мне и говорят все такие белые ноги может тебе не стоит без колготок выходить так что никакого комплекса насчет белых ног у меня слава богу нету если у вас есть я считаю неправильно если есть желание можно пойти позагорать а так и в этом есть свой шарм у меня брату очень нравится загорелой девушки вот я знаю конкретный вкус моего брата он тоже всегда мне говорил сходи в солярий ты такая белая бледная как поганка мне всем всю жизнь нужно доказывать что мне нравится у меня брат вообще балдеет когда у девушки длинные ноги еще плюс они загорелые я уже плюс-минус знаю вкусы своего брата и у него прям фетиш он обожает чем чернее тем лучше в прошлом году использовал автозагар солярий все такое я сейчас немного боюсь не знаю много слухов ходит что во первых кожа сохнет у меня и так и так очень сухая кожа на руках на теле а на лице кстати жирная как на заказ да поэтому мои хорошие если вам нравится никого не слушайте делайте как вам нравится мы с братом года четыре назад были в этой деревне из которой я вам снимала влоги и там прямо у соседа рядом была свадьба и когда свадьба строит такую палатку приходят все соседи из деревни начинают танцевать а деревенские девочки даже если они натурально светленькие из-за того что они например чаще чем я находится под солнцем у кого-то в семье например сажают плантации у нас там популярна плантация земляники а земляника это постоянно ты под солнцем то там усики надо отрезать то там сырники вырвать и девочки там загорелые даже очень загорелые и когда мы поехали на свадьбу там девочки танцевали у меня брат такой какие здесь все загорелые здесь где-то есть солярий или они натурель такие я так повернулась к своему брату я говорю это деревня иногда такие элементарные вещи нужно объяснять моему брату просто знаете это очевидно раньше он мне такое говорил ты по утрам такая страшная а потом такая симпатичная становишься потом я ему объяснила что я просто пользуюсь тональным а тогда я не пользовалась я не шучу он реально иногда такие вещи спрашивает или говорит или рассуждает я такая ну понятно у нас в школе была девочка и он такой говорит прикинь у нее за один день так отросли волосы такая красотка стала так мне полчаса времени надо было чтобы ему объяснить что она нарастила волосы он сразу это переварить эту информацию не мог мне брат просто типичный мужчина пиво футбол и все его жене мне кажется его обвести вокруг пальца просто легко то есть он не обращает внимание на такие вещи например мой парень он не такой я например нарастила реснички и очень естественный объем и он сразу заметил это любое изменение на моем лице даже я например поменяла цвет маникюра мой парень сразу заметит а брат если ты спросишь у него какой у меня маникюр был он такой мне скажет а что такое маникюр ты вообще его делаешь иногда я так угораю со своего брата когда я второй раз сделала губы у меня брат такой говорит господи айка в кого ты превращаешься вот этих вот инстаграм девиц что это такое не делай больше а сам листает инстаграм и думает вот чикуля да 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 я говорю у нее тоже губы сделаны он такой откуда ты знаешь не сделаны я говорю у нее рот на все лицо неужели ты это не замечаешь я такой сразу докажи ты думаешь ты такая все такие я говорю ну ладно кстати у меня знаете какая идея есть снять с братом видите как он меня красит дать ему косметику и посмотрим какое средство куда он мне нанесет один раз я делала макияж мой брат сидел рядом он у меня такой зачем ты пудру наносишь если ты нанесла какой-то этот тон я говорю ну чтобы лицо не блестело потом наношу хайлайтер он мне говорит а это зачем я говорю ну чтобы здесь блестело он такой наносишь пудру чтобы лицо не блестело а потом хайлайтер чтобы оно блестело не проще ли пудру вот сюда не наносить здесь блеск останется я так повернулась к нему либо я что-то не догоняю либо ты я наношу тон а потом наношу пудру он предлагает нанести пудру на все зоны кроме вот этих вот чтобы потом не носить хайлайтер о чем я говорила откуда куда брат у меня такой типичный мужик например скажешь ему я хочу сделать грудь он скажет зачем тебе все это не естественно и ненатуральное и с другой стороны показывает тебе как красивую девушку девушку из инстаграма у которой не знаю троечка или четвертый размер прям видно что сделанное рецепт на десерт я вам оставлю слушаешь слушаешь его и думаешь как же круто быть мужчиной столько ненужных мыслей сразу отсеивается ты встал ты уже красавчик твикс уже бастует я всегда маму прошу чтобы она по отвлекала твикса пока я снимаю видео в общем на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца всех люблю целую пока